приветствую друзья хочу внести некоторые коррективы очень много было комментариев по поводу моего предыдущего видео по нескольким аудиоплеером которые можно слушать на хай-фай устройствах и был вопрос самый такой распространенный почему я не упомянул poweramp poweramp я слушал слушал много раз слушал на стабильной версии и что я могу сказать друзья у меня для вас пренеприятнейшее известие стабильная версия poweramp к хай-фай звуку не имеет вообще никакого отношения если посмотреть его чеха то можно увидеть очень задранные низы но в общем она не выглядит как а чеха какого-то профессионального звукового устройства это просто парад бичей бы я назвал не знаю не хочу никого обидеть но действительно по качеству звука poweramp но никуда не годится стабилка если говорить о альфа версии я ее поставил себе я не стал на ней слушать поначалу по простой причине сейчас я покажу настройки вот чем интересна альфа версия poweramp это своими аудио настройками вот здесь где есть high res прямой выход у меня почему-то здесь есть только snapdragon 24 бита то есть у меня здесь установлено два аудио чипа это кодек снабдрагона 24 битный писем и здесь же стоит сэбра но она же сабра она же и ss он почему-то видит только snapdragon и позволяет подключить только кодек то есть саму сабру подключить не дает но мне удалось ее подключить обходными методами да я послушал нормально гораздо лучше чем стабильная версия если посмотреть на графика чеха он стал существенно лучше немножечко приподняли сабаз сильно подрезали верха но уже гораздо лучше чем стабильная версия это мы говорим об альфа версии альфа версия более заслуживает доверия но если мы сравним ее с а чеха того же фубора 2000 но или нейтрона никуда как бы существенно хуже у нейтрона и у фубора гораздо честнее верхние и нижние частоты я так считаю в принципе нормально альфа версию слушать можно до тем кто возмущался по поводу альфа версии можно слушать нормально выглядит а чеха вполне достойно то есть какие плееры начальной ценовой категории вполне могут иметь точно такую же а чеха даже какой-нибудь хай фай мэн 603 тоже наверно также подрезает верха не знаю я не снимала чеха с хай фай мэна но у него точно также какие-то подрезанные верхние частоты и здесь тоже самое видим из-за подрезанных верхних частот у нас файл рампе можно существенно поднимать уровень громкости это сделано я думаю специально но новый звуковой движок по и рампе действительно нормальный можно слушать и в принципе его даже можно отнести где-то перед нейтроном поставить его и вполне он будет там нормально смотреться но это только касается альфа версии те кто купил себе официальную или стабильную версию пользуется ей там конечно до хай фай уровня звука как до луны пешком ну вот такие вот новости кому-то они хорошие кому-то плохие в принципе на мой взгляд я сейчас еще раз послушал я сел очень внимательно отслушал сняла чеха все рассмотрел графики я могу сказать что по детализации конечно же проигрывает power ramp альфа версия даже альфа версия существенно проигрывает выбор 2000 по детализации то есть детализация еще довольно средненько поэтому нормально перед нейтроном поставить из-за хотя бы детализации хотя графика чеха уже получше надеюсь не сильно разочаровал поклонников power ramp а ну ребят я рекомендую знаете что я рекомендую взять и послушать почему бы не поставить выбор 2000 он бесплатный почему бы не поставить нейтрон на его 5 дней можно бесплатно пользовать поставить воткнуть наушники и послушать я делал это очень просто у меня вот сворачивалась два плеера и я переключался между ними прослушиваю постоянно на более менее добротных наушниках ну вот такой мой совет на этом все спасибо всем пока подписываемся на канал смотрим другие мои видео всем пока нормальным smart